Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение книги Левит. И сегодня мы будем читать 18 главу этой книги. В этой главе содержатся половые табу или запреты. И надо сказать, что в любом обществе существуют половые табу, регулирующие брак, внебрачные связи и законные отношения между мужем и женою. Конечно, в различных культурах эти запреты различны. Например, хетский закон решительно осуждал кровосмешение, брак между людьми, которые находятся в близком родстве друг к другу. А в книге мертвых древних египтян мы видим в оправдательных речах, которые должен говорить усопший перед богами, там говорится о том, что и гомосексуальные отношения считались греховными. То есть не только еврейскому народу и другим народам. Бог как бы очерчивал границы дозволенного и недозволенного, чтобы люди знали, что можно делать, а чего делать нельзя. Особенно в вопросах взаимоотношений между полами. Собственно говоря, славяно-русское слово «прелюбодеяние» означает «перелюбил», то есть нарушил как раз границы дозволенного в половых отношениях и перешел к недозволенному, перелюбил. Потому что бывает любовь к греху, не только любовь как самогубное совершенство в библейском понимании этого слова, а бывают разные такие привязанности, очень опасные для человека, от которых он должен в идеале, конечно же, дистанцироваться. И мы читаем начало этой главы. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, «Я Господь Бог ваш, «Ани Ашем Элокейно, «Я Господь Бог ваш, «По делам земли египетской, в которой вы жили, не поступайте, «И по делам земли ханаанской, «В которой я веду вас, не поступайте, «И по установлениям им их не ходите, «Мои законы исполняйте, «И мои постановления соблюдайте, «Поступая по ним, «Я Господь Бог ваш».»» Опять. «Ани Ашем Элокейно, «Соблюдайте постановления мои, «Законы мои, «Которые исполняет человек, «Будет жив. «Я Господь Бог ваш».» Вот здесь очень интересно говорится о том, что, исполняя законы, мы будем живы. Самим исполнением этих законов. Потому что заповеди даны не для смерти, они даны для жизни. И следуя этими заповедями, в деле их исполнения, воспринимая их как Господне руководство к действию, человек возвышается над грехом, становится победителем греха и обретает стезю праведности. Собственно говоря, праведный человек, цадик по-еврейски, это прежде всего цельный человек. И если хотите, это настоящий человек. То есть такой, каким Бог и создал человека. Ибо когда Бог создал человека, то Бог сказал весьма хорошо. Поэтому праведность — это не что-то такое сверхъестественное. Это как раз естественное состояние для человека, а путь греха — это всегда противоестественное состояние. Какой бы грех не проявлялся бы в нашей жизни. Исполняя заповеди, человек живет этими заповедями. Еврейский народ всегда большое значение придавал каждой заповеди, не только библейской, но то, что давали их там мудрецы, старцы. Я читал такой интересный случай, он описан был в израильской газете, когда я был на Святой Земле. Там описывается, как объявили, что срочно солдаты должны бежать к вертолетам боевым и вылетать на задание ночью. Это тот самый случай, когда два вертолета столкнулись и погибли две команды. И вот солдаты вскакивают, быстро одеваются, обуваются. А в еврейском народе есть такое понятие. Сначала надо на эту ногу одеть ботинок, потом на эту. Я уж не помню, сначала направо, потом налево, или сначала налево, потом направо. Но для нас, христиан, это несущественно. И вот один солдат, религиозный человек, он быстро оделся и побежал. Он бежит по этому аэродрому, к вертолетам, его обгоняют. А он вспоминает, что он... Вдруг он осознал, что он не помнит, а как он одел эти ботинки свои, бутсы армейские. И он бросает свой рюкзак, автомат свой рядом, садится на эту взлетную полосу, разувается и начинает одевать так, как положено. Ну, как им там их наставники приписали. И пока он это делал, вертолеты поднялись и полетели. Он остался, чтобы исполнить заповедь. Конечно, он хотел бежать, но он уже не успел. К своим товарищам хотел бежать. А когда он узнал, что эти два вертолета в темноте столкнулись, люди-то погибли, он тогда понял, что действительно, исполняя закон, мы живем законом. У нас, у христиан, свое представление о Ветхом Завете. У нас есть преимущество Нового Завета перед Ветхим. Но все Писание – это Господне руководство к действию. И когда мы исполняем ту или иную заповедь, это путь жизни и, напротив, путь смерти, когда мы нарушаем закон. Соблюдайте постановления мои и законы мои, которые, исполняя, человек будет жив. Я, Господь, Бог ваш. И давайте посмотрим истолкование. Блаженный Августин в трактате о Духе и Букве пишет. По той причине праведность ставится выше закона, что творящий ее будет жив в ней, чтобы тот, кто однажды осознает свое бессилие не своими силами и не буквой самого закона, чего быть не может, но верою, приобретая оправдывающего, то есть Христа, достиг и творил, и жил в ней. То есть для нас, христиан, очень важно осознавать, что мы не можем жить исполнением закона, потому что мы знаем, что все нарушители закона в той или иной степени. Но мы живем Христом, тем, который и есть оправдывающий нас, защищающий нас, как Павел пишет. Вот иудеи, они точно под законом. То есть Бог с них спрашивает строже, чем с других людей, и этим объясняется там Холокост и другие проблемы, потому что действия Создателя, они всегда исходят из того, кому сколько что дано. А мы, христиане, имеем общение со Христом и через Него с Богом, Отцом. И более того, мы настаиваем на том, что никто не приходит к Отцу, как только через Сына. И познание Отца в Сыне – это наиболее точное, правильное представление. Единственное правильное, как сказано, было Христом, никто не приходит к Отцу. Как только через меня. Ефрем Сирин, который очень хорошо был знаком, кстати, с еврейским языком, с традицией экзегезы древних евреев, он приводит некоторые медраши еврейские в своих комментариях на пяти книжах. Он пишет. «Чтобы предостеречь сынов народа своего, вступающих в наследие земли Ханаана, и вместе с тем оправдать свое правосудие, по которому он, Господь, поразил египтян, и был готов истребить Хананеев, Бог исчислил все беззакония, какие совершались и совершаются у египтян и Хананеев. И этим вразумляет евреев, что если не будут остерегаться таких дел, то есть как у египтян и Хананеев, то и их, как прежних обитателей, изринет земля». И в другом месте в пяти книжах сказано «Не за вашу праведность Господь вам дал эту землю, это евреям было сказано, а из-за нечестия тех, которые жили на ней, Бог изверг их. И если вы будете нечестивы, Он и вас извергнет». Еврейский народ пережил два изгнания со святой земли за свое нечестие. Это вавилонское пленение и галут рассеяние, которое началось в 70-м году, когда был разрушен Иерусалимский храм, сам город, их рассели по всему миру. И большая часть еврейского народа до сих пор в этом рассеянии. То есть пока они не имеют верности закону Божию, который указывает на Христа, является детоводителем ко Христу, они, увы, под гневом Божиим, но для нас это не повод для злорадства, ибо апостол Павел в послании к Римлянам пишет, «Если Господь не пощадил природных ветвей, смотри, пощадит ли тебя». А мы, уверовавшие из язычников, это привитая дикая маслина к этому древу. Об этом подробно рассуждает Павел в послании к Римлянам. И мы читаем, вот дальше перечисляются вот эти проблемы Египта и Ханаана, как сказано, «по делам земли египетской, в которой вы жили, не поступайте, по делам земли ханаанской, в которой я веду вас, не поступайте». В нашей ситуации, значит, можно предположить, «по делам земли американской, по делам земли Евросоюза, не поступайте». Я это говорю не потому, что я плохо отношусь к американцам, у меня много друзей там православных, и в Европе много друзей, а потому что в этих странах происходит легализация греха. Грех объявляется нормой, и это совершенно недопустимо. И вот с шестого стиха уже перечисляются все эти грехи. «Никто, никакой родственницы по плоти не должен приближаться с тем, чтобы открыть наготу. Я Господь!» То есть «они Ашем». Когда Господь подтверждает что-то своим именем, вот это имеет очень такое серьезное значение. Давайте посмотрим правила Собора Трульского 691-692 год, правила 54. «Божественное Писание ясно научает нас, да не приступиши ко всякому ближнему по плоти своей я открыть с арматы его. Богоносный Василий в правилах своих некоторые из запрещенных браков исчислил, а весьма многие пришел в молчание и через то и другое устроил нам полезное. Ибо, избегая множества постыдных именований, дабы таковыми названиями не осквернить слова, он означил нечистоты общими наименованиями, через кои показал нам беззаконные браки в общем виде. Но понеже через таковое молчание и неразличительное запрещение беззаконных браков естество само себя смешивало, то мы признали нужным открыто изложить сие и определяем отныне. Если кто совокупляется в общении брака с дочерью брата своего, или если отец и сын с матерью и дочерью, или с двоюродными сестрами отец и сын, или с двоюродными братьями, матерь и дочь, или двоюродные братья с двоюродными сестрами, да подвергаются правилу седьмилетней эпитимии явно по разлучению их от беззаконного супружества. То есть семилетнюю эпитимию еще надо заслужить, и она дается только по разлучению их от беззаконного супружества. Конечно, кто-то спросит, а как же вот Каин и Авель, а они откуда себе жен взяли? Когда мы читаем текст, где говорится о рождении Каина и Авеля, то там стоит приставка «эт». Приставка «эт» на иврите имеет расширительное значение. И она как бы говорит, вот с Каином кто-то родился с Каином, Авель, с Авелем кто-то родился, в случае с Авелем, по-моему, там удвояется даже приставка «эт». Сейчас вот не очень помню. То есть Писание предполагает, что с Каином родилась его возможная жена, с Авелем родилась его возможная жена, и потом, может быть, жена будущего Сифа, праведника, который восстановит как бы статус Авеля, праведника, в его духовных потомках. В целом, так как не было запрета на близкие браки, действительно Каин и Авель могли иметь женами своих сестер. Но после того, как мир расширился, людей стало очень много, были наложены запреты на близкие браки, и особенно вот здесь, в книге Левит, очень подробно об этом, обо всем говорится. И даже светские ученые говорят, что это серьезная проблема, когда близкие родственники вступают в брак, происходит как бы завихрение генетического кода, когда рождаются дети, как правило, с какими-то психическими аномалиями, отклонениями, потому что мы живы, когда исполняем Божьи заповеди, и мы умираем тогда, когда мы их нарушаем. И мы читаем седьмой стих. «Наготы отца твоего, и наготы матери твоей не открывай, она мать твоя, не открывай наготы ее». Есть объяснение, что здесь и речь идет о том, что нагота отца – это твоя мать, не прикасайся к ней. А нагота матери – это твои сестры и братья родные, не прикасайся и к ним. Такое истолкование, вот конструкция этого текста, она допускает. Феодорит Кирский пишет, «Бог не стал бы запрещать того, на что никто не отважился, а что сие действительно так, свидетельствует о том самом начале сего закона. Скажавший сие объясняет, на что там отваживались и запрещает таковые дела». Если это случай с Василием Великим, мы прочитали комментарии отцов собора, «Василий о некоторых грехах не решается даже упоминать». И апостол Павел пишет, «Такое не должно даже именоваться среди вас». То есть нельзя говорить даже о таких проступках, преступлениях, потому что самоозвучивание этих преступлений – это уже для некоторых людей некая нравственная проблема. Но грехи-то существуют. И если есть запреты, это значит, они являются запретом на ту уродливую реальность, в которой оказались люди. Псевдореальность. Когда в результате грехопадения происходят мутации греха, и люди нарушают все мыслимые и немыслимые границы дозволенного и недозвольного. И далее мы читаем с 8 по 21 стих. «Наготы жены отца твоего не открывай, это нагота отца твоего». Это в том смысле, если отец женился на другой женщине, например, после смерти вашей матери. «Наготы сестры твоей, дочери отца твоего или дочери матери твоей, родившейся в доме или вне дома, не открывай наготы их». То есть если она дочь твоего отца, нельзя к ней приступать. Она может быть дочерью твоего отца другой женщины, не той, которая твоя мать. или она дочь твоей матери, но не твоего отца, все равно нельзя. А если она дочь и отца, и матери, тем более нельзя приступать. «Наготы дочери сына твоего или дочери, дочери твоей, не открывай наготы их, ибо они твоя нагота». Ведь здесь говорится о том, что нагота человека – это его близкие. Ну, о чем я говорил выше, о сложенном двойственном понимании конструкции прочитанного предложения. «Наготы дочери жены отца твоего, родившейся от отца твоего, она сестра твоя по отцу, не открывай наготы ее. Наготы сестры отца твоего, то есть тетки, не открывай, она единокровная отцу твоему. Наготы сестры матери твоей, не открывай, ибо она единокровная матери твоей. Наготы брата, отца твоего, не открывай, и к жене его не приближайся, она тетка твоя. Наготы невестки твоей, не открывай, она жена сына твоего, не открывай наготы, И далее. «Наготы жены брата твоего, не открывай». Это нагота брата твоего. «Наготы жены и дочери ее, не открывай». «Наготы жены и дочери ее, не открывай». «Дочери сына ее и дочери дочерей ее, не бери, чтобы открыть наготу их, они единокровны ее, это беззаконие». Имеется в виду, что если человек взял за себя женщину, у которой уже есть дети, дочка там или сын, он не имеет права к ним прикасаться. «Не бери жены вместе с сестрой ее, чтобы сделать ее соперницей, чтобы открыть наготу ее при ней, при жизни ее». И в то же время мы видим, что Иаков женился на Рахель и Ли, которые были сестрами. Но тогда это было возможно, потому что не было этого закона. Появился закон, и это стало запретным и в ветхозаветные времена, и в христианские новозаветные времена. «И к жене во время очищения нечистоты ее не приближайся, чтобы открыть наготу ее». То есть когда у женщины кровотечение, менструация. «И к жене ближнего твоего не ложися, ближнего, то есть друга твоего, чтобы излить семя и оскверниться с нею, из детей твоих не отдавай на служение молуху и не без чести имени Бога твоего, я Господь». Кто-то может спросить, а почему вот законы о половых преступлениях? И сразу выходим на культ языческого, этого идола из Тукана Молоха. Дело в том, что в земле Ханаана многие такие действия развратные, они буквально провоцировались языческими жрецами, и в их храмах имела место быть храмовая проституция. Когда не только девицы и женщины продавали себя, но юноши и мужчины тоже торговали своим телом. А называлось это храмовой проституцией, потому что они деньги, которые зарабатывали, отдавали в жертву своим богам. Это считалось приличное поведение среди народов Ханаана. То, что совершенно недопустимо в народе Божьем, поэтому в конце и сказано «Я Господь», а не «Ашен». То есть Господь решительно противостоит всему этому. И Феодорит Кирский пишет, в еврейском читается Молоху, и иные переводчики оставили слово это без перевода. Молох же был идол, и так закон запрещает отдавать детей на служение при храмах идольских. Вот как раз это проституция была храмовая. Но иные говорят, что запрещают отдавать детей в служители или оруженосцы, иноплеменным князьям, чтобы не заимствовали их нечестие. Это тоже актуально. Сейчас многие посылают своих детей учиться в Британию, в Соединенные Штаты Америки, во Францию с ее тревольными какими-то нравственными качествами. И все это уродует наших детей. И следующий запрет очень актуальный. Не ложись с мужчиной как с женщиной. Это мерзость. Гомосексуализм и садомия практиковались на Древнем Ближнем Востоке в ритуальном и даже магическо-оккультном контексте. Примеры садомии встречаются в угорицкой мифологии. Эта практика запрещается в правовых материалах, в частности в хетских законах. Ну и в Египте она тоже как бы запрещалась. Смешение видов противоречило представлениям о чистоте. То есть мы не должны приступать к нашим родным и близким, мы не должны нарушать законы пола. Что происходит, когда человек замыкает свой эрос, свое эротическое чувство на себе подобном? То есть он не ищет радость семейной жизни в противоположном женском поле, а обращает свое эротическое чувство на свой собственный пол. Во-первых, это все проистекает от гедонизма, от такого языческого самовлюбленного отношения к самому себе. Потому что человек переносит это на других представителей своего пола. Здесь как бы эгоизм этого эроса, который замыкается сам на себя, этого сексуального чувства, как змея, который жалит сама себя в хвост, так и мужчина, который не имеет продолжения своего чувства любовного в женщине, которая может стать женой, от этого брака рождаются дети, он тратит свое семя, это живительное семя, как его называет святитель Иоанн Златоуста, самым неприличным образом. Некоторые сейчас очень серьезно обсуждают этот вопрос, он считается дискуссионным вопросом по поводу гомосексуальности, гомосексуализма. Некоторые люди испытывают гомосексуальные чувства, но не вступают в гомосексуальные браки. И когда человек вдруг обнаруживает в себе такое чувство, некоторые духовники настаивают на том, что это призыв к абсолютному целомудрию для этого человека. Если он в себе распознал такое чувство, едва ли он сможет создать нормальную семью, пусть тогда воспринимает это как призыв к целомудрию, и вообще отказывается от любых отношений. Потому что бывает так, что человек думает, что он как бы изжил в себе подобное чувство, и он даже может создать семью, но все это трагически как-то разваливается. Поэтому таким людям социальная концепция русской православной церкви, московского патриархата, предлагает иметь бескорыстную дружбу с другими людьми, и чаще общаться с верующими, читать духовную литературу, прибегать к помощи духовных наставников, чтобы они помогли им избавиться от всего этого. Но какова же природа этого чувства? Откуда оно проистыкает? Некоторые говорят, что это врожденное чувство. Но в Писании все-таки говорится немножко иначе. Это первая глава послания к римлянам апостола Павла, 25-27 стих. «Они заменили истину Божью ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен во веки. Аминь». Вот главная причина, когда поклонение Богу заменяется поклонением твари. Далее так и сказано. «Потому предал их Бог по стыдным страстям, женщины их заменили естественное употребление противоестественным, подобные мужчины оставили естественное употребление женского пола, разжигаясь похотью друг на друга, мужчины на мужчинах, делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение». Итак, а какова же природа этого чувства, когда кто-то служит и поклоняется твари вместо Творца? Например, если в семье нет отца, и женщина вынуждена, женщина-мать, она вынуждена брать на себя отцовские обязанности, она превращается в такого гегемона, который как бы нависает не только материнской, но и отцовской заботой над ребенком, и она может провоцировать вот таким своим отношением, что она теперь и отец, и мать, и все на свете. Для ребенка вот это чувство. Ребенок в ней видит какое-то жестокое божество, которое там наказывает его, какие-то ограничения бесконечные и так далее. Замечено, что тоталитарные режимы способствуют распространению этого греха. Когда есть культ человека-лидера, хотя вот в фашистской Германии этот грех, в общем-то, был запрещен, но это было жестко структурированное общество, и там он был очень распространен. Те же самые боевики Рэма, они буквально погрязли в сономии. В древней Спарте тоже этот грех доминировал, там была жесткая такая система подавления личности, и всякий раз, когда какая-то личность выстраивает некую иерархию между нами и Богом, и когда мы заменяем прославление Бога при смыкании перед тварью, они заменили истину Божью ложью, поклонялись, служили твари вместо Творца, прочитали мы, за это Бог придал их превратному уму, и они распаляются один на другом. Женщины, мужчины оставили естественное употребление противоположных полов и замыкаются на себя. Но неужели эта проблема настолько серьезная, что человек уже не может вырваться из этого порочного состояния? Нет. Как я уже сказал, если человек понимает, что он едва ли может преодолеть такую страсть, это призыв к абсолютному целомудрию, ему запрещено буквально все. Но выйти из этого состояния человек может. Силы побеждающих таинств церкви. И об этом мы читаем в Первом послании Коринфянам, 6 глава, 9-11 стих. Апостол Павел пишет. «Или не знаете, что неправедное царство Божие не наследует, не обманывайтесь ни блудники, ни долослужители, ни прелюбодеи, ни малакие, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники. Царство Божие не наследует». Казалось бы, жесткий приговор. «И такими были некоторые из вас, но омылись врачующие действия таинств в крещении, но осветились святое причастие, но оправдались другие таинства церкви именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». То есть такими были некоторые из вас, то есть из уверовавших, кому обращено это послание. По правилам церковным мужеложник подлежал 15-летнему запрещению. Это правило Василия Великого, 62-е. И это в случае искреннего покаяния и полного оставления мерзкого греха. Но с такими грехами сопряжено растление детей. Это как бы некая цепная реакция запускается. А смотрите, что в намоканоне говорится. «Растленный мальчик или девочка яко сосуд просидеся, как жалкий и разрушенный сосуд». Человек в начале пути переживает такую травму. Поэтому для педофилов церковь за этот грех отлучает от причастия минимум на 12 лет. Такие законы. И мы читаем 23 стих. «И ни с каким скотом не ложись, чтобы излить семя и оскверниться от него, и женщина не должна становиться перед скотом для совокупления с ним». Это гнусно. Половые извращения хананеев – это извращения, которые связаны были с почитанием полубогов, полузверей. Были такие боги-татемы. Например, в Египте поклонялись баранам, быку поклонялись, как в Индии сейчас поклоняются коровам. И люди в себе пробуждали такое особое отношение к этим существам, воспринимали их как что-то божественное, и некоторые отдавались им, как женщины, которые становились перед скотом, или мужчины, которые совокуплялись с этими тварями. То есть здесь как раз оккультная составляющая присутствует. Кстати, во всех этих грехах, о которых мы читаем. И Писание очень категорично по этим вопросам. Например, по поводу полового сношения с животным. В церковных правилах, допустивший этот грех, вступившись в связь половую со скотом, пожилой человек осуждается на пожизненную эпитимию, это правило Агирского собора 16-е, молодым же определяется эпитимия не меньше 15 лет, если осквернились с животным. Это правило Василия Великого, 67-е. Кстати, сейчас люди заводят у себя псов всяких дома, держат этих собак, но они даже не знают, какие игры устраивают иногда их собственные дети с этими псами. Нам, священникам, как бы открыта вся подноготная этого мира, и мы иногда слышим от детей такие страшные вещи, они рассказывают, как они себя ведут по отношению к этим псам, когда, значит, дома никого нет. Я думаю, волосы стали бы дыбом у некоторых родителей, если бы они это послушали. Не оскверняйте себя ничем этим, говорится далее, ибо всем этим осквернили себя народы, которых я прогоняю от вас. То есть, если вы будете поступать так же, вас тоже прогоню. И Бог прогнал евреев. 70-летнее вавилонское пленение, а потом в I веке рассеяние, галут, который продолжается до сих пор, потому что только незначительная часть лиц еврейской национальности, они вернулись в свою землю. И далее. «И осквернилась земля, и я возрел на беззаконии ее, и свергла себя земля живущих на ней». Вот почему один народ может заменяться другим народом. Если мы, живущие на этой земле, не будем совершать акты покаяния, то Бог сгонит нас с этой земли, как сербский патриарх Павел сказал по поводу того, что Косово отделилась от Сербии, он сказал очень лаконично, но ясно. Если мусульманская женщина рождает 7 детей, а в это же время сербская женщина делает 7 абортов, то Бог передаст и передал эти земли тем, кому они нужны. То есть Бог наказывает людей их собственными грехами. «А вы соблюдайте постановления мои, законы мои, и не делайте всех этих мерзостей ни туземец, ни пришелец, живущий между вами. Ибо все эти мерзости делали люди всей земли, что пред вами, и осквернилась земля, чтобы и вас не свергнула с себя земля, когда вы станете осквернять ее, как она свергнула народы, бывшие прежде вас. Ибо если кто будет делать все эти мерзости, то души, делающих это, истреблены будут из народа своего». То есть земля как бы стрясывается с себя этих людей, и некоторые говорят, что вот эта ужасная эпидемия спит. По крайней мере, мы знаем, что распространяется в том числе и из неразборчивых половых отношений между мужчинами и женщинами, мужчинами и мужчинами, между сообществами наркоманов, которые колются одним и тем же шприцом в состоянии наркотического опьянения, теряют какой-либо контроль над самими собой. «Ибо если кто будет делать все эти мерзости, то души, делающих это, истреблены будут из народа своего». То есть земля их сбросит, Господь сократит годы их жизни. И Феодорит Кирский пишет, Бог говорит, «Да не возгнушается земля вами, как возгнушалась Хананееме, когда следовало бы сказать, как за многие беззакония, предав Хананеев конечной гибели, землю их предал я вам, так накажу и вас, если будете делать подобное». И мы видим, что эти великие земли Святой Руси, они же собирались не теми политиками, теми представителями разных течений, политической мысли, которая сейчас доминирует. Они как бы имеют три основных лика. Идеология лжепророка, идеология зверя Багрянова и идеология дракона. Будет время, как-нибудь мы объясним, что это такое. Эти земли собирались великими князьями киевскими, великими князьями Владимира Суздальскими, великими князьями и царями московскими. Эти земли великого государства собирались императорами града Святого Петра. Но по мере того, как мы отходим от благочестия этих древних князей, их дружин благочестия, их благочестивых бояр, от их образа мышления даже, наша территория сокращается. Чем дальше, тем больше, как будто земля начинает стрясывать нас с себя. И чтобы нам остаться в нашем русском доме, нам надо исправиться. А кому мы нужны вне нашей земли? Если Россия не для русских, то что это для русских? Кто нас примет? Поэтому вопрос исполнения Божьего закона – это вопрос выживания, ибо исполнивший заповедь будет жить этой заповедью. И если мы, православные, будем допускать аборты, а чеченцы рождают, рождают детей, исполняя заповеди Бога, плодитесь, размножайтесь, то Господь передаст им эти земли. И ничего здесь не останется от нас. Только имя, может быть, останется, как на берегах Босфора стоит город под названием Стамбул. А когда-то это был православный Царьград, Константинополь. Поэтому вот этот призыв Божий, что если мы мерзости будем такие допускать, то стрясет нас с нашей земли это суровое библейское предостережение. «Итак, соблюдайте мое повеление, чтобы не поступать по гнусным обычаям, по которым поступали прежде вас, и чтобы не оскверняться ими Я, Господь, Бог ваш». Здесь вот как бы два имени Господа, Бога нашего, это имя Господь, означающий меру милосердия, и имя Бог, которое означает на иврите «элогим» меру божественной правосудности. То есть Господь как бы здесь говорит «Да, я милосердный, но я и судья». И этим оканчивается эта глава. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok